Халет Хасейни Халет Хасейни Хасейни Девочки Отец Джалиль Переселил ее с матерью В далекую лачугу Далеко от своего дома Изредка их навещает Мариям обожает своего отца Не понимает, что на самом деле Для него она Абуза Она мечтает, что когда-нибудь Он приедет, заберет ее К себе домой, к своей семье Назовет ее своей настоящей дочерью Умирает мать Мариям И когда ей исполнялось 15 лет Отец выдает ее замуж за Рашида, который намного старше ее, которого она до свадьбы видела, по-моему, один раз. Поначалу Рашид хорошо относится к своей молодой жене, но затем у Мариам случается выкидыш, и постепенно отношения между супругами начинают ухудшаться, и Рашид начинает воспринимать Мариам как абузу, которая не может подарить ему наследника, начинает всячески унижать ее и избивать. Вторая героиня Лейла, она намного моложе Мариам, она родилась в любящей семье, образованной семье. Но в то время уже шла война, два брата Лейлы отправились на войну и не вернулись, и эта трагедия подкосила ее мать. Лейла с детства дружила с соседским мальчиком Тариком, и постепенно вот эта настоящая дружба переросла в более сильное чувство. Но война уже пришла в тот город, где они жили, начались бомбежки, и Тарик с семьей решает переехать в Пакистан. Он обещает Лейле, что при первой же возможности за ней вернется. Семья Лейлы тоже решает последовать вслед за семьей Тарика, но не успевают. Буквально за несколько минут до отъезда на их дом падает бомба, и мать и отец Лейлы погибают на месте. Она сама раненая, оказывается в доме Рашида. Как раз они с Марием жили по соседству. Придя в себя, девушка понимает, что она беременна. В то же время в дом приходит человек, который говорит ей, что Тарик погиб. И Рашид делает ей предложение, не зная ее беременности. Лейла, ей приходится соглашаться ради будущего своего ребенка. И вот этим женщинам предстоит выживать в мире мужчин, в мире, где идет война, где матери по кусочкам собирают разорванные бомбами тела своих детей, где царит разруха, ужас, голод, где семьи вынуждены своих детей отдавать в приют, потому что не могут их прокормить, где каждый день взрывы, отчаяние, жестокость. Но, тем не менее, в этом романе есть место с светлым чувством. Это история о женщинах, которые искренне дружат, у которых остались силы любить своих детей, любить мужчину и любить свою родину, несмотря на тот ужас, который там творится. Мне кажется, что познакомиться с творчеством Халеда Хосе не стоит каждому человеку, хотя бы потому, что после прочтения любой его книги начинаешь ценить нашу обычную жизнь, мирное небо над головой, доступное образование, равноправие, свободу. Стояла весна 2001 года. Скорой Лейле исполнится 23 года. Было ясно и ветрено. За месяц до этого до Лейлы дошли слухи, что талибы взорвали гигантские статуи Будд в Бамиане, как воплощение идолопоклонства и греха. Весь мир от Китая до Соединенных Штатов исторко вопли возмущения, но талибы остались глухи к увещеваниям и действовали последовательно. Лейле припомнилось, как они в далеком 1987 году вместе с Баби и Тариком забрались на макушку того Будды, что был побольше. Только сейчас весть об уничтожении скульптур ее почти не тронула. Ее собственная жизнь рушилась, что перед этим судьба каких-то мертвых истуканов. Халет Хосейни, Тысяча сияющих солнц. Рекомендую.